Когда приехала техника и начались работы, жители поначалу заволновались. Подумали, что на этом месте возведут очередную высотку. Но, узнав о планах администрации, обрадовались. Мы очень давно мечтаем, давно ждем. У нас дети, которые этого ждали, подросли уже и говорят, ну, наконец-то, скоро будет наш сквер. Правильно, что взялись сделать. Хочешь людям здесь один дом, второй дом, три дома. И сразу дети будут приходить и отдыхать. Лучшего места для сооружения сквера, говорят сочинцы, найти сложно. За это отдельное спасибо главе города Анатолию Пахомову. Чистый воздух и прекрасный вид. Но такое расположение вызывает и определенные трудности для строительства. Сквер разбивают на склоне. Приходится возводить подпорные стены. Их будет три. Впрочем, говорят, бетонные конструкции не испортят эстетический вид. На данный момент сейчас будут заливаться подпорные стены, чтобы укрепить гром. Ну и в последующем начнутся уже непосредственно выполняться площадки. Под детскую площадку, заливка бетон под спортивную площадку. Подготовка под тротуары, под лестницы. Ухоженные газоны, дорожки, места для отдыха оборудуют здесь и площадку для занятий воркаутом. Предусмотрены даже две парковки для автомобилей. Спортивная площадка будет многофункциональной. На сооружение всего комплекса у рабочих меньше месяца. Глава города обозначил очень в жесткие сроки. Сквер будет открыт 26 числа. Также в том же формате строился у нас, разбивался сквер фестивальный. Я думаю, что мы все сроки вложим. Сквер фестивальный благоустроили буквально за месяц. Строители заверили, что и этот объект успеют сдать срок. Официальное открытие состоится 26 декабря. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.